Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Seedmers Civilization 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания, в зависимости от того, что там у них есть. То есть, цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная, это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя, где-то хорошо, где-то плохо. Слабая, особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана, это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Вавилон был во всех версиях Seedmers Civilization, причём появлялся сразу в оригинальных играх, а не в дополнениях. И тем удивительнее, что в шестую циву его добавили чуть ли не последним. Появляться в игре он должен на реке, причём появиться на реке шанс в игре выше только у Нидерландов. А уникальная способность называется Enuma Anu Enlil. Она убирает половину науки у Вавилона, но при этом озарения полностью открывают технологию. Ну, это, в общем-то, им бы и не контрится. Именно Вавилон быстрее всех может выйти в арбалеты. Всего-то надо построить три прачника, убить ими кого-нибудь, сразу апнуться в луки, и вот у вас уже открыты арбалеты. Именно Вавилон быстрее всех выходит в фабрики и рурку. А вообще, я видел, как один игрок построил самолёт, первый самолёт за Вавилон до нашей эры. На этом фоне способность лидера Хамурапи, Мину Илуси Рум, выглядит просто приятным бонусом. После строительства каждого первого специализированного района, кроме правительственной площади, этот район получает самое дешёвое здание этого района бесплатно. Кроме того, плюс один посол каждый раз при строительстве района первый раз. Ну, то есть, если вы строите кампус первый раз, не в городе, а вообще в империи, то сразу в нём получаете библиотеку. Строите первый раз коммерческий центр, получаете в нём сразу рынок. Кроме того, ещё и по одному послу сверху. Ну, просто вот бонус Вавилона, предыдущий, слишком слабый, решили ещё насыпать. Чтоб прям вообще лёгкой прогулкой казалась партия за Вавилон. Уникальное здание Палгум заменяет водяную мельницу. Вообще, в Шестой Циве не так много уникальных зданий, которые строятся в центре города. Мне что-то на ум только, пожалуй, грузинские стены приходят. И если водяная мельница даёт плюс одну еду для риса и пшеницы, то Палгум даёт плюс одну еду всем тайлам рядом с пресной водой. А так как Вавилон сам по себе появляется на реке, то, как вы понимаете, все тайлы рядом с рекой просто получают плюс один к еде. Так ещё и плюс одно жильё и плюс два производства. Ну, разработчики посмотрели так. Способность цивилизации слабая, способность лидера слабая. Давайте хоть нормальное здание Вавилону, что ли, дадим. Уникальный юнит Сабум Кибитум заменяет мечника. Ну и хотя бы он не такая имба, как способности, хотя тоже интересный. Во-первых, он дешевле в производстве и не требует железа. Правда, у него ближний бой в два раза слабее. 17 против 35 у мечников. С другой стороны, он бегает на три клетки, а не на две. И имеет плюс 17 боевой мощи против лёгкой и тяжёлой кавалерии. То есть у него такая же сила, как у обычного мечника, только против кавалерии. Плюс ещё дополнительная видимость. В общем-то, это скорее такой продвинутый скаут получается, чем воин. И вряд ли кто-то за Вавилон вообще часто их использует. В зрительском голосовании Вавилон барабанная дробь занял первое место. 44,5% голосов. Да-да, не Россия, как думали многие. Именно Вавилон на первом месте в зрительском голосовании большинство считает его самой сильной цивилизацией в шестой циве. Вот что пишет Данил Басков. Возможность открывать исследования за ускорение слишком сильно, чтобы быть в игре. Вы точно уйдёте дальше всех со старта, ибо ранние задания не очень сложные в исполнении, благодаря чему вы получаете большой бонус на старте. Если у вас есть сосед, то пока он изучает письменность, вы уже обладаете кампусом и копите на учёного. Если Вавилон получает учёного, то можно уже сдаваться, даже Корея не догонит. Остановить и захватить Вавилон тоже очень сложно. Пока у всех появляется конница, Вавилон уже может позволить себе латников и пикинёров. Я уже молчу о том, что можно выйти в порох в древнем мире. Спасает только то, что на поздних этапах Вавилон замедляется. Грейвен Аши дополняет. Бонус Хамурапи на изучение науки за ускорение более чем сильный. Пока другие изучают мореходство, вам хватит просто поставить город на побережье и уже можете клепать галеры. Нашли чудо природы, начинайте делать религию, пока все остальные будут очень долго изучать астрологию. Встретили другую державу, стройте кампусы, чтобы обогнать всех ещё на пару веков. Если нужно воевать, просто постройте три рудника и клепайте латников. Согласен со зрителями и выдаю Вавилону оценку сломано. Ну потому что это просто нереальная какая-то фигня. Вообще без шансов как-либо противостоять. Я воспринимаю эту цивилизацию чисто по фанчику погонять против компьютеров и посоревноваться, как быстро вы сможете выйти в самолёты. Кстати, вот тоже можете попробовать до нашей эры построить самолёт. И даже минус 50% науки не помогает, потому что все техи можно открыть с помощью озарения, а когда на них требуются шпионы, ну то бишь в конце партии, Вавилон может всех уже задавить просто массой. В Венгрии ещё одна новая цивилизация, которая появилась только в шестой циве и до этого никогда не была представлена в Сидмейерс Цивилизейшн. На карте у неё прописано появление на реке и рядом с геотермальными источниками. Причём в игре есть только ещё одна цивилизация, у которой геотермальные источники тоже прописаны, это Испания. Так что шанс того, что Венгрия будет рядом с геотермалками, очень и очень велик. А всё это потому, что связано с особенностями цивилизации. Способность цивилизации называется «жемчужина Дуная» и ускоряет на 50% производство районов и зданий в них, если этот район находится на другом от центра города берегу реки. Возможно, по описанию кто-то решит, что, мол, главное, строй районы через реку от центра и бонус будет работать. К сожалению, это не так. Район должен ещё и с центром города соседствовать, то есть прямо вот примыкать к центру города. Так что много районов так не поставишь, тем не менее 1-2 всегда можно извернуться и всунуть. А ускорение на 50% продукции не только для районов, но и для зданий в этих районах позволяет сэкономить очень много производства. Способность лидера Венгрии Матвея I Корвина, называется «Король Ворон», даёт дополнительных двух послов при найме юнитов города-государства. Плюс 5 боевой мощи и плюс 2 очка перемещения у нанятых в городах-государствах юнитов и минус 75% требуемого золота и ресурсов для улучшения нанятых юнитов. Также именно эта способность даёт венгерский уникальный юнит «Чёрная армия». Ну, плюс 2 посла, понятно, это для того, чтобы сразу этот город-государство не перекупил кто-нибудь и у вас не отобрали эту армию. И в принципе в средневековье, в возрождении это грозная сила. Помню как-то в одной сетевой игре я нанял всего лишь двух дуболомов у города-государства. Но так как я вышел уже в порох, то смог их довольно дёшево апнуть в мушкетёров и захватил город у неподозревающего соперника. Причём я это провернул всё на другом конце карты, что очень неожиданно на самом деле. Чёрная армия же заменяет летучий отряд и по сравнению с последним чуть дороже в производстве, но требует меньше лошадей, сильнее на 3, правда имеет на 1 очко меньше перемещения. Но самое главное даёт плюс 3 боевой мощи всем нанятым войскам, именно имеется в виду тем, которые вы наняли у городов-государств. Что приятно, этот уникальный юнит апгрейдится в следующий уникальный юнит Венгрии, в гусаров, которые заменяют кавалерию. Тоже чуть дороже в производстве, но требует меньше лошадей. Правда силы у них на 2 меньше, но они получают плюс 3 боевой мощи за каждый действующий союз. К сожалению, как вы понимаете, в сетевой игре вряд ли гусары будут грозной силой, потому что венграм будут просто не давать союзы, а иногда даже играют просто с ограничением в 2 союза, так что максимум плюс 6 к силе и всё. Венгерское уникальное здание называется Купальня и заменяет зоопарк, то есть строится в развлекательных комплексах. По сравнению с зоопарком даёт больше счастья, а также плюс 2 производства всем городам в радиусе 6 тайлов, что довольно неплохой бонус. А также ещё 2 дополнительных счастья, если в радиусе города есть геотермальный источник. Вот почему это, собственно, и прописано у Венгрии как место появления. Мои зрители поставили Венгрию на 24 место в зрительском голосовании, отдав ей 4% голосов. Тевтон пишет, что Венгрия крайне хороша, способность Жемчужина Дуная позволяет меньше беспокоиться о производстве и работает на любом этапе игры. Уникальные юниты тоже достаточно хороши, Чёрная Армия получает силу за каждый соседний мобилизованный юнит, что хорошо объединяется со способностью Матиша Король Ворон. От себя, Катя, добавлю, что всё-таки это и есть способность Король Ворон, потому что Чёрная Армия именно от этой способности в Венгрию добавлена. Гусары, в которых улучшается Чёрная Армия, менее сильны, так как получают силу от союзов, а их могут отказаться заключать с вами в сетевой игре. Но стоит не забывать об уникальной постройке, купальня. Позволяет увеличить производство в нескольких городах. Считаю, что Венгрия сильна на любой карте и практически при любых обстоятельствах. Я не соглашусь с Тевтоном, потому что, естественно, что на морских картах как раз Венгрия совершенно не сильна. А так, в принципе, бонусы у неё приятные, но не настолько сильные, как у многих других. Тем не менее, крепкая средняя цивилизация. Ставлю ей оценку средне и иду дальше. Византия впервые появилась в Четвёртой Циве и с тех пор представлена в каждой следующей серии. В Шестой Циве Византия может появиться где угодно, у неё нету никаких особенных прописанных мест. Способность цивилизации называется таксис. Плюс три боевой или религиозной мощи за каждый священный город, обращённый в религию Византии. Причём, эта способность учитывает и византийский священный город. Так что, сразу после основания религии, византийские юниты все, и боевые, и миссионеры с апостолами, получают плюс три к силе. При убийстве юнита другой цивилизации или города-государства, византийская религия распространяется на соседние города. А также, дополнительное одно очко великого пророка от священного места. То есть, пророка вы будете получать быстрее, чем другие цивилизации. Вообще, любые способности цивилизации, которые дают плюс к силе юнитов, в шестёрке очень приятны. Другое дело, что, например, к тому же Мапучи или Франции плюс к силе даётся просто так, для этого ничего не надо делать. А Византии надо основывать религию. При этом, никаких бонусов для основания религии у Византии нет. Она не сможет быстро построить лавру, как Россия, или иметь сразу много веры, как некоторые другие цивилизации. С другой стороны, вы можете распространять свою религию, просто строя юниты и воюя. Даже не обязательно захватывать что-либо у соперника, просто убивайте ему юниты, и религия будет распространяться на соседние города. В этом, кстати, может помочь и способность лидера Василия II, под названием Багрянародный. Лёгкая и тяжёлая кавалерия наносит полный урон городам с религией Византии. Кроме того, эта же способность даёт уникальный юнит Тагма. Может быть, кто не в курсе, но кавалерия в 6-й циви, да и в 5-й, кстати, по городам бьёт с уменьшенной силой. Поэтому атаковать города кавалерии не самая лучшая идея. На них, кстати, и осадные башни не работают, и тараны тоже. А вот у Византии такой проблемы нету. Хотя тараны и осадные башни продолжают на византийскую кавалерию не работать. Тагма заменяет рыцарей, но открывается не в дереве технологий в стремени, а в социальных политиках, в божественном праве. С другой стороны, божественное право всё-таки ускоряется двумя храмами, а для Византии надо бы всё это построить. Так что вполне по пути. Отличий от рыцаря у Тагмы буквально два. Меньше требуется железа для строительства, и Тагма даёт юнитам в соседних клетках плюс 4 к силе. Как боевым юнитам, так и религиозным. Причём надо понимать, что этот бонус не складывается. То есть две Тагмы не дадут плюс 8. И более того, на самих Тагмы это не распространяется. То есть тоже опять же плюс 8 вы не получите. Лично по мне главный бонус Тагмы в том, что вы можете игнорировать нижнюю ветку до поры до времени в технологиях, идти по верхней, по ветке развития, потому что Тагму вы получите в социальных политиках. Ну и чуть проще будет обращать чужие города. Но в принципе, как таковой, конечно, Тагма не самый крутой юнит. Уникальный же юнит Византии Драмон заменяет квадрирему. По всем параметрам он идентичен к квадриреме. Отличие в том, что, во-первых, он стреляет на две клетки, а не на одну. А во-вторых, при стрельбе имеет плюс 10 к силе. Именно при стрельбе, а не при защите. Но против юнитов. То есть, города он атакует с той же силой, что и квадрирема. На самом деле, благодаря Драмону, Византия успешно может соревноваться на море с такими ребятами, как Норвегия и Финикия, у которых им лучшие морские юниты раннего времени. И считайте, Византия просто очень рано получает фрегат, благодаря вот такой силе стрельбы. Хотя понятно, что фрегат помощнее, но для древнего мира и античности Драмон мощен. Уникальный район Византии называется Ипподром, и он заменяет развлекательный комплекс. Во-первых, он дает на два больше счастья, чем развлекательный комплекс. А во-вторых, после строительства района и каждого здания в нем, вам бесплатно будут давать тяжелую кавалерию. То есть, за один город, по идее, вы можете получить 4 юнита тяжелой кавалерии. А ведь так как это уникальный район, то он еще и быстрее строится. А Тагма, уникальный юнит Византии, это все та же тяжелая кавалерия. Пожалуй, Византия единственная цивилизация в игре, которая должна строить развлекательный комплекс буквально в каждом городе. Да и здания в нем тоже. Ну, возможно, кроме последних, которые работают в радиусе, и к тому времени у вас и так будет дофига тяжелой кавалерии. То есть, у Византии, благодаря району, всегда дофига счастья, что снижает вероятность бунтов из-за низкой лояльности. Дофига юнитов, которые причем вам не надо строить, они сами появляются. К тому же, это юниты кавалерии быстрые, которыми вы можете просто бегать по территории врага, не обязательно его захватывать, хотя есть и на это бонус тоже, а грабить и убивать его юниты, чтобы распространять свою религию. Мои зрители тоже по достоинству оценили Византию. Отдали ей 7,5% своих голосов и подняли на 16 место довольно высоко, хотя мне кажется, все-таки можно было и повыше. Агент Кринж считает Византию самой сильной. Причиной ее силы кони-танки, которые могут набрать огромное количество силы просто от рождения. Плюс 3 за таксис, плюс 4 за второго коня, ну а с принятием крестового похода еще плюс 10, а это уже плюс 17. А если начитать на генерала и выйти в темный век, то еще 9 поверх этого. Сопернику вообще запрещено терять юниты, если он воюет с Византией. Можно сказать, что могут не дать взять первым верование на плюс 10, но когда у тебя хороший бонус к пророку, как можно не взять религию первым? И самое главное, что не все сразу замечают, кони очень дешевы, ведь ипподром уникальный район обычно строится за 1-2 хода, и помимо коня дает довольство. Выходит, что если другим сложно воевать из-за падения довольства, то на Византию это никак не влияет. Армия бесплатных коней обеспечена за развлекательные районы. Одна из самых заточенных на войну наций на самом деле. Соглашусь с агентом Кринджем, действительно сильная интересная цивилизация, причем со своим уникальным стилем игры. Ее даже частенько банят, потому что очень неприятно против нее находиться. И даже если вы не хотите играть через войну, то бонусы, которые есть у Византии, вполне дадут вам нормально развиваться. Главное знать, как эти бонусы и способности использовать. Несомненно, я Византии ставлю оценку сильно, и если вы еще не играли никогда за нее, рекомендую попробовать. На этом третья серия рейтинга цивилизации завершена. Ну а вы, не теряя времени, посмотрите первые две серии. Ссылка есть в прикрепленном комментарии. Сводная таблица рейтинга на сайте cif6.лёшаиграет.ру Ну и, конечно же, ваши комментарии и поправки, я надеюсь, прочитать сразу же после выхода этого видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!